Несмотря на то, что карты машины маленькие, скорость они развивают на удивление высокую. Напрямую можно выжить более 50 км в час. В роли пилотов самые юные воспитанники секции по картингу. Между собой они разыгрывали 5 комплектов медалей. Тренер и главный судья соревнований Владимир Сухов перед стартом гонок дал наставление гонщикам. Водить как можно аккуратнее и стараться не мешать соперникам. У нас работает здесь секция, мы готовим ребят, не то что там уж прям высшего класса, но мы стараемся дать первоначальную подготовку, то есть правила соревнований, чтобы они умели себя вести на трассе, чтобы соблюдали правила, чтобы знали значение флагов. Юные гонщики стремительно проходят повороты. Соревнования по картингу проходят здесь не часто, а потому проявить свои навыки на трассе пилоты стараются как можно лучше. Артем Егиазарян остался в шаге от победы, однако результат его приятно удивил. Я очень доволен, потому что, по-моему, мне попался самый плохой карт, на котором тяжелее всего поворачивается и так далее. И удивительно то, что я занял хотя бы второе место. Победителем финальной серии заездов стал Никита Тихонов. Мальчик в своих силах был уверен, да еще и карт достался хороший. Многие спортсмены ссылались на неудобства в управлении, однако плохой пилот всегда грешит на машину. Ну, мне кажется, я, конечно, не буду хвастаться, но я, мне кажется, хорошо вожу карт, как, может, я даже фаворит. Тренировки в секции по картингу проходят два раза в неделю, а соревнования – раз в два месяца. Юные пилоты больше всего ждут новых заездов, чтобы узнать, кто из них лучше. Недаром картинг является одним из самых распространенных видов автоспорта.